Все, видите, мопед приказал долго жить. Сначала он вяло-вяло ехал, а сейчас он начал уже как-то выстреливать в самом начале. Но если его упустить или упасть на него, поэтому я оставил тот мопед, повезу его в ремонт, то есть он новый. Видимо, это все-таки бензин. Неходится на трамвайчике ездить. Ну и моя девушка тоже со мной, которая со мной за денег. На маршруточке уже не поездишь, не наездишься. 15 гривен. Теперь стоит ездить на маршрутке. Раньше было 10, а на трамвайчике еще можно за 8, видите, с ветерком. А, посмотрите, какой Мерседес красавчик. Да, этот дядька, который мне должен отремонтировать красный, покрасить красный мопед. Он в запое, короче, уже 3 недели он пьет. Я думал, сейчас поехать туда забрать красный, но, к сожалению, он разобран. Вот мы на месте, пришли за своим синим, пошарпанным бедолажкой. Но вот он вообще, чтоб хоть раз подвел. Все, с полоборота инжекторный, с воздушным охлаждением Honda Today. Рекомендую вам всем такой вот надежный мопед. Вот еще есть такой же желтенький. Ну вот теперь будем ездить, наверное, на нем в ближайшее время. Потому что на том как-то опасненько. Но тоже мы сейчас его заправим, помоем. И что, будет то же самое с ним? Ну вот мы уже на привозе. Видите, как здесь приехали на мопеде на новом. Конечно, едет он вяленько после него с Ямахой. И такой он, как табуретка. Сейчас посмотрим, какие здесь цены. Помните того дядьку на картошке, который все время недовольный, что я его снимаю? Вот сейчас я постараюсь его не снимать. А он здесь... О, его и нет сегодня. Убрали тестовый. Персик 20 гривен, посмотрите. Кубника 60. А черешня 30. А где здесь столы и остальные? Все поубирали. Кабачки 40, 45. Акресины такие под вопросом 20 гривен. Да, пусто. Короче говоря, только опт остался здесь. А в розницу так мало людей продает. Странно, куда их дели. Вообще, какая черешня вообще отлично. Такая большая красота. Эти вот классные помидоры, 50 гривен. Абрикосы 70 у нас. Берем килограмм, который по 40. Черешня. Вроде неплохая, так с виду. Огурцы 40. Картошка у нас по 20. Маленькая. А большая по 30. Молодая. Врачок 50 гривен у нас. Видите, какие креветки черноморские. Зоя позирует, ножку подняла. Сейчас, сейчас, сейчас. Нюрочка, ножку подняла. Получишь палку колбасы. Она растянула ножку, давай. Зоя. Это брюшко, посмотрите. Маме красиво сделала. Вот так. Завтра телеграмм позвали. Ласточка. Ласточка. Однозначно. Это на ютубе. Везюня, ты будешь звездой? Да, уже звезда. Скажи, а я с привоза. Вы из Украины, а я с привоза. Да, теперь на эту сторону. Мамена меня. Венера прям какая. Хоть картину Дарису снимать. А почему у вас она? 130, а это сколько? 140. Можно только 30. Свинины не меняются. Ну, а вот мой красный стоит. Видите, привез я. Собой мы пьет, чтобы посмотрели, что с ним такое. И авоз и ныне там. Как говорится, уже месяц почти. Сейчас как бахнет. Забрал я. Забрал я свой скутер. Отвез его тому парню, где у меня красный разобрали. Мопед, да, вы видели на видео. Парень разобрал. Это же... Там, где ролики в скутере находятся. Вот этот сам механизм. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что там и где. Вася в этих вопросах. Оказалось, что проблема была не в бензине. Проблема была в самом механизме. Там была прокладка старая. И через нее засасывало воздух. И через нее еще и масло каким-то образом попало на детали. Вот. Ну и, естественно, стал он ехать очень странно. Вот. Иногда вообще особо не ехал. А иногда на первом... В самом начале прям делал такие рывки, что я боялся, что он его несет вперед в машину. Которая стоит впереди на дороге. Ну, тьфу-тьфу, сейчас все хорошо. Ездит он отлично. Гораздо лучше, чем раньше. Вообще, по ситуации в городе. В самом городе все спокойно. Но вот ночью прилетело за город. В какое-то из сел. Не указывают точно село. В пабликах. Только в одном я прочитал. Но не буду, наверное, тоже говорить. Скажу только одно, что поближе к границе с Молдовой это произошло. Ну и там, конечно, полегли дома. Дома сельские. Очень грустно. Где-то два дома точно разрушены. Остальные, там чуть ли не шесть домов. Или, может, даже больше. Там они непригодны для проживания, как написали. Вот такая информация. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на канал, чтобы оставаться с Одессой. До свидания. До новых встреч.